Мы знаем. Вы слушайте. Радио Болтком. Делай звонок на благотворительный телефон и подари надежду. Телефон для благотворительных звонков 9300-6384. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире Радио Болтком программа «Зеленая лампа», потому что сегодня на Радио Болтком день добрых дел. Наша программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. И ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Снова здравствуйте. Я Рита Трошкина, и наша гостья помогает нам включать «Зеленую лампу» сегодня. Ксения Данилова, дизайнер и модельер. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. А помогаем мы сегодня вместе с вами 8-летнему Алексу Куликову. Мальчик живет с мамой и старшим братом в маленьком городке Плявенес. У него большая проблема просто с очень раннего возраста, почти с рождения. Проблема с ножкой. После травмы ноги у него остановился рост ступни. Мальчик практически не может ходить и испытывает очень сильные боли. И нужна помощь для оплаты ортезов, которые ему рекомендовали носить врачи, и на курсы реабилитации. И все это вместе составляет 3216 евро. Это шанс для мальчика вылечить ногу, жить без боли и начать нормально ходить. Мы чуть позже расскажем подробнее немножко. А сейчас просто напомним, что наш телефон помощи 930-6384, евро 42 цента за звоночек, всю неделю до следующего вторника работает в помощь 8-летнему Алексу. Спасибо вам за каждый звонок. И напоминаем, что наша гостья Ксения Данила – дизайнер и модельер. И мы сегодня говорим о дизайне и о моде, о красоте, о любви и, наверное, просто о жизни. Немаловажный интересный факт, что Ксения совсем, скажем, молодой дизайнер-модельер, но она мама троих детей. У нее три сына. И мы будем говорить не только о моде, о красоте, мы будем говорить о жизни, о детях, о том, что нас окружает. Ксения – россиянка. Она несколько лет назад перебралась в Латвию. И вот сегодня ее уже называют звездой латвийской моды в дизайне головных уборов. То есть Ксения создает потрясающие коллекции шляп. И, переехав в Латвию, она очень быстро, через некоторое время, вот прямо получила приз «Прорыв года», который вручает наша Федерация Мода. Это латвийская, как это, награда, награда года, высшая такая награда. И вот расскажите, почему именно Латвия? Когда вы первый раз вот оказались в Латвии и решили, что вы хотите здесь быть? – Знаете, я могу сказать, что Латвия сама нас нашла. Это точно был, наверное, какой-то план свыше, потому что планы были несколько иные. Но так все сложилось, что именно Латвия, именно то место, которое мы очень любим, там, где мы живем, это Сигулда. Мы были на распутье, честно говоря, куда нам двигаться. И вот именно в этот момент наши близкие нам показали место, где можно остаться. Мы приехали, посмотрели, прям влюбились. Но вот реально это была любовь с первого взгляда. – Именно Сигулда, да? – Именно Сигулда, да. – То есть вы верите, что ничего случайного не бывает? – Я абсолютно верю, что ничего случайного не бывает, абсолютно точно. Совсем недавно, интересный факт, мы смотрели старые фотографии семейные. Оказывается, там, где стоит наш дом, прям недалеко от национального парка. В принципе, если смотреть на карту, он на территории национального парка, но как бы Гауя, он как бы на взгоре в таком. Мы нашли фотографию моей бабушки какого-то, вот я даже не помню, 76-го, может быть, даже раньше года она приезжала с командировкой. И вот это именно то место. Может быть, я сейчас шучу, может быть, она так сильно влюбилась в это место, что в итоге у неё как-то… – Передалыш. – Да, вот, поэтому так интересно. – Через поколение. – Скажите, а вот понятно, почему Латвия, а почему шляпки? Вот дизайнер, почему Вы выбрали именно эту тему? – Тоже так интересно. Я даже не уверена, что я её выбирала. Я модельера, у меня профессиональное образование в этом направлении. Мне кажется, что я стала модельером лет с пяти. У меня такое ощущение, потому что я, поскольку себя помню, столько я рисую. И я всегда знала, что это, наверное, самая сильная моя сторона и самое интересующее меня направление. Я всегда это любила. А шляпки появились извне. Мне предложила моя подруга, она открывала ателье одежды и искала, скажем так, единомышленников. Я пригласила и сказала, говорит, Ксюша, как ты думаешь, вот шляпы? Ну, одежду вроде как она делает, а шляпы, вот, может быть, шляпы. Я посмотрела, подумала, ну да, но мы только приехали, были совсем маленькие, ещё два мальчика у нас было, второй был совсем маленький. Мне хотелось чем-то заняться, чем-то реализовывать себя. А поскольку в мире моды нету, таких границ, да, или шляпы, или то, или то, вот они пришли, и я начала ими заниматься. А до той поры вы сама как-то вот носили шляпы? Ощущаете ли вы себя вот в шляпах? Знаете, для меня это направление, наверное, больше профессиональное. То есть я, это я, то, что я делаю, это как картина, это то, что я делаю. То есть я не внутри этого, я не всегда внутри этого. Я абсолютно осознаю, насколько головные уборы важны в создании образа. И когда это необходимо, я обязательно в головном уборе. Иногда я без него. То есть у меня нет такой вот прямой, что я, если я занимаюсь шляпами, я должна быть в шляпе с утра и до вечера. Ну нет такого. А как, интересно, вот как шляпка меняет женщину? Психологически даже как? По ощущениям меняет хотя бы потому, что невероятным образом приковывает внимание. То есть если в 30-е годы женщина без головного убора была бы просто как белая ворона, да, то на сегодняшний день это обратный эффект. Женщина в шляпе всегда притягивает взгляды. И, соответственно, это уже другое ощущение себя. Ну вообще считается даже по каким-то сакральным мотивам, что у женщины должна быть покрыта голова. И раньше это был, скажем, какой-то платок, потом это были шляпы, и только вот в 20-м веке женщина стала ходить с непокрытой головой. Ну вот интересный факт, что в 30-е годы Рига была одной из столиц шляпного дела, если можно так сказать, да? Как сейчас обстоят дела с этим? Сейчас это больше, как мне кажется, ориентировано на образ жизни каждой женщины. То есть если она социально активна, если у неё большое количество мероприятий, где она должна внешне как-то выглядеть определённым образом, и в этом есть необходимость, тогда это очень востребовано. Если это больше какой-то затворнический образ жизни, это скорее уже касается вкуса. Вот если хочется, да, даже в магазин есть же дамы, которые хотели бы идти в шляпы, в головном уборе. Вот, поэтому сейчас это, конечно, не настолько обязательно, и поэтому это вот такая индивидуальная история. Но люди, которые социально активны, в основном нуждаются в этом. А давайте расскажем радиослушателям, где можно увидеть ваши работы. С недавних пор открылась наша мастерская в Сигулде, в Сигулдском, в замке имени Кропоткина. Он называется Сигулдис Яунспилс. Прекрасное место, которое с момента реставрации активной жизнью очень живёт. То есть там организуются всё время какие-то события, какие-то фестивали, какие-то базарчики и так далее. И во дворе этого замка много разных мастерских локальных. Это и кожаные мастерские, и какие-то даже домашнее мороженое. И интересно, что мы все знаем друг друга и знаем эти семьи, кто чем занимается. Это такая какая-то интересная среда. Двор мастеров. Двор мастеров, да, керамика. И там практически везде можно взять какие-то мастер-классы для деток, для себя. Ну просто вот отвлечься. То есть действительно интересно для людей, чтобы… Ну такое вот привлечение людей. И вот внутри этого дворика в старинном здании открылась мастерская шляпная. Мы там и создаём, мы там и продаём, и получаем заказы. И всё у нас это в одном месте. Именно такой формат был запрошен. То есть это не просто бутик, в котором можно купить. Это формат таков, что вы можете посмотреть сам процесс, как это создаётся. Это очень здорово. Город мастеров. А в интернете какая-то, какие-то странички? Есть, конечно, есть ксенияданилова.com, это сайт. Там можно посмотреть, изучить модельный ряд, материалы, цены, всё как бы в общем-то. Но работа в большей степени строится на индивидуальном подходе. И поэтому, конечно, львиная доля того, что делается, там нет. Невозможно просто туда это всё вместить. Ну вот мы говорим о каких-то таких высоких вроде бы вещах, потому что, ну как, мода – это не, скажем, модные вещи, дизайнерские вещи, не вещи первой необходимости. Но всё равно это красивые и важные вещи. Но хочу напомнить, что программа наша посвящена помощи мальчику, ему 8 лет, Алексу Куликову из Плявенес. Мы с ним знакомы, познакомились в начале лета, у него действительно очень серьёзная проблема с ногой, там и боли, и сложно ходить. В начале лета он приезжал. С мамой. Они приезжали на приём к врачу. Да, чтобы понять, чем вообще этому ребёнку можно помочь. И вот был консилиум, он прошёл обследование, и сейчас понятно, что ему нужно делать. Это вот ортезы плюс реабилитация для ноги, и всё это будет стоить 3216 евро. Это для мальчика шанс. И мы подключили телефон помощи, Евро-42-9-00-6384, и в благотворительном фонде BeOpen открыт целевой счёт для Алекса. Опубликован этот счёт на сайте mixnews.lv, в рубрике «Зелёная лампа», там фотографии, подробная история. Мы очень просим откликнуться и помочь, потому что ситуация осложняется тем, что мама воспитывает двух мальчиков одна, они живут в маленьком городке, это не Рига. Каждый раз с работой там очень сложно, то есть семья живёт очень, ну, маме приходится очень не сладко, и чтобы получить ещё какие-то грамотные медицинские назначения или заключения, то это можно сделать только в Риге. А поездка в Ригу для неё, у мальчика ещё, ну как, он хромает, у него ножка болит, это, конечно, для неё целое мероприятие, история. Поэтому мы просим просто тех, кто сейчас нас слушает, сделать один звоночек по нашему благотворительному телефону. 9-3-0-6-3-8-4, евро 42 цента за звонок, и счёт помощи открыт в благотворительном фонде «Би-Опенс», с которым мы сотрудничаем уже давно. Никакие проценты или комиссионные, напоминаем, не берутся с этих денег, поступивших на счёт. Полностью, полностью, абсолютно вся сумма пойдёт на оплату ортезов и реабилитации для восьмилетнего Алекса. Ну, напоминаем, что помогает нам включать зелёную лампу Ксения Данилова. Ксения, вот у вас на страничке в Фейсбуке вы опубликовали обложку журнала «Харпер Базар», и там написано, что образ модели создан дизайнером-модельером, да, и шляпа там от Ксении Даниловой. Как ваша шляпа попала на обложку «Харпер Базара»? Это довольно спонтанная история. Мы сотрудничаем, я сотрудничаю с большим количеством фотографов прекрасных и стилистов. И это такой тандем, в котором рождаются вот такие вот съёмки, такие публикации. Это здорово, потому что мы друг другу, в общем-то, помогаем. Поэтому прекрасный фотограф Полина Вильон обратилась ко мне, чтобы создать эти образы, её идею. Я так понимаю, что стиль и фото – это именно… ну, фото само собой, но и стиль, по-моему, тоже – это Полинин. Вот, она создавала… Не знаю, каким образом находят журналы фотографов, а фотографы журналов, я думаю, что есть там какой-то свой какой-то алгоритм, но таким авторам, как я, очень здорово, когда фотограф обращается за аксессуарами. И вот, кстати, да, мы радиослушательницы, можете обратить внимание, практически все латвийские модные журналы и женские журналы, если вы видите на обложке модель в шляпке, то наверняка это как раз шляпка, которую создала Ксения Данилова. Часто. Да, да. Да, это так, это здорово. А вот про Сигулду, давайте вернёмся к этой теме. Летом открылся дворец Кропоткиных после реконструкции. Ваши впечатления, в нём была ваша выставка. Да, это вот тоже всё совпало. Причём после открытия, после реконструкции моя выставка была первая. Моя и ещё одной сиглодской художницей, уже очень известной, она такая прям вот именно ассоциируется с Сиглодой, Зинаидой Цельски. У неё тоже была там выставка. И в нас поздравляли тоже, что мы часть этого новой волны, в общем, новой жизни этого замка. Чудесные ощущения. Почему? Потому что мне очень нравится, как реконструируются многие вообще дворцы и подобные строения. Есть какое-то вот такое мастерство, когда создаётся что-то, ну, обновляется, но при этом не трогается старое. Сохраняется. Вот то, что вот та самобытность, которая там есть, даже вплоть до запахов, каким-то образом, то есть очень деликатный подход к реконструкции. Мне это очень нравится. И опять же хочу сказать, что там весь второй этаж, не весь, частично вы можете посмотреть ретроспективу жизни этого замка на разных этапах. Там и 3D-технологии всякие. То есть это действительно интересно для посещения как такового этого места. И вторая часть второго этажа, и вот подвальное помещение, которое подвальным даже не назвать, потому что оно живое, интересное, очень хорошо сделано. И там тоже происходят свои какие-то мероприятия, отданные для художников. То есть там любой художник, подавший заявку, что вот ему есть что сказать, неважно каким языком будет ли это фотография, картина или ещё что-то, он может реализовать свою идею. То есть это замечательно. И показать себя, да. То есть это вот таким образом используется это пространство. Очень здорово. Вот вообще, если кто-то из радиослушателей этим летом не добрался до Сигулды, вот очень рекомендуем, потому что действительно потрясающе выглядит дворец после реконструкции. С его террасы открывается роскошный вид. И считается, что это самое красивое в Латвии место для заключения, для церемонии бракосочетания. А, я не сказала, конечно, там же ЗАГС, да. Да, оно, насколько фотогеничное. А проходит сейчас какие-то всё время, да, постоянно. Ну, я думаю, что мы сейчас были закрыты на пандемию, это все. Ну да, после локдауна. А вообще там постоянно. И работать там, знаете, есть ощущение постоянного праздника. То есть нет такой рутинности, потому что за окном у тебя постоянно что-то происходит. То это свадьбы, фотосессии для свадьбы, к нам заходят невесты с женихами. Ну, вообще, постоянно, особенно летом, я думаю, что зимой может быть не так, хотя посмотрим, зима впереди, будет этот опыт. Но очень ощущение праздника связано с тем, что там и концерты, и мероприятия, и все люди нарядные, ну здорово. Слушайте, это просто, да, замечательно. Потому что сейчас время такое, что очень многие просто голову опускают, и тяжело всем, и трудно, и чем-то хотя бы порадовать себя нужно. Ну, церемонию бракосочетания могут провести там не только те, кто живут в Сигулдзе, а просто приехать из любого уголка Латвии, потому что это действительно такое уникальное место. Официально называется он Сигулдский новый дворец, да, но в принципе он известен как Кропоткинский дворец. Почему Кропоткин? Потому что он принадлежал Николаю Дмитриевичу Кропоткину. Значит, кто это был такой? Это камер-юнкер высочайшего двора, он был вице-губернатором Лифляндии, ну губернии Лифляндской, действительный статский советник и церемонимейстер свита императора Николая II. И в конце, в самом конце XIX века, в 899 году, род Кропоткиных был внесен в список Лифляндского рыцарства, и они получили право именоваться как князь, он стал князь фон Кропоткин. Это замечательно, что сейчас восстанавливается его наследие и сохраняется. Дорогие радиослушатели, мы сейчас на несколько минут прервемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами, мы скоро продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы продолжаем программу «Зелёная лампа». Напоминаем, что в гостях у нас дизайнер, модельер Ксения Данилова. И сейчас мы хотим поблагодарить радиослушателей и всех, кто читает наши страницы, статьи и сайты, и наши рубрики в социальных сетях, поблагодарить за помощь, которую на прошлой неделе мы все оказали 4-летнему Егору Лукьянскому. Нужно было собрать мальчику на курс лечения, на курс аботерапии, у него аутизм, нужно было собрать 4200 евро. И за неделю, несмотря на праздники, мы очень волновались, думали, что как у нас все это получится, несколько выходных дней было, но на счет мальчика поступило 5163 евро. Огромное всем спасибо от мамы, от папы, от всей семьи, в семье трое детей, и эта помощь для них очень-очень важна. И было сделано за неделю 965 звонков. Со вторника наш телефон 9306384 работает для 8-летнего Алекса Куликова из города Плявине, который живет с мамой, и они живут в очень тяжелых условиях, а ему нужна помощь на оплату ортезов и реабилитации в центре медицинском, в центре ПОГа, чтобы мальчик мог ходить. У него сильное искривление стопы, недавно он получил инвалидность, и сейчас очень-очень нужна помощь, чтобы он просто смог вылечить эту свою ногу. Когда мы встретили впервые Алекса на автостанции, они с мамой приехали, первое, что мы о нем узнали, он упал, он вышел из автобуса, встал на ножку и упал. Он просто реально не может ходить. И еще вот меня поразило, что мальчик, он практически не улыбается, ему 8 лет, он во втором классе сейчас учится, и он настолько серьезный, у него очень печальные глаза, и вообще он ни разу не улыбнулся, пока мы разговаривали, потому что мальчику пришлось пережить вся эта с ним беда, случилась в год и три месяца, и он пережил столько боли за это время, практически у него друзей нет, потому что он на домашнем обучении, не бегать, не прыгать, как другие мальчишки он не может. И, в общем-то, очень тяжело, конечно, это сказывается, особенно в нынешний период, когда вы понимаете, что и так все контакты ограничены. Напоминаем, что 930-6384 – это телефон благотворительный, каждый звонок на который просто полетит к 8-летнему мальчику и поможет ему качественно улучшить здоровье. Еще, знаете, хочу подчеркнуть один момент. Часто у нас спрашивают, вот вы заявляли, что заявленная сумма, вот проект на прошлой неделе нужно было на годовой курс ABA-терапии 4200 евро. Собрали 5163, то есть больше, да? А вот куда пойдут эти деньги? Это целевой счет. Эти деньги, которые сверхзаявленные в проекте суммы поступают на счет этого ребенка, могут быть потрачены только на оплату медицинских счетов, выписанных на имя этого ребенка. Да, заключается договор. То есть наш 4-летний Егор Лукьянский сможет получить либо более интенсивную терапию, либо растянуть это не на год, а на год с хвостиком. Вот таким образом, в общем, мама передает огромную благодарность, потому что она не будет, как сказать, волноваться и нервничать, где ей найти деньги на оплату вот следующего занятия ребенка. Да, и каждый звоночек, и каждая ваша добрая мысль, и каждый евро, отправленный кому-то в помощь, это все такие вещи и дела, что мы верим, они в небесной канцелярии обязательно учитываются и записываются. Ксения, вот вы верите, что когда делаешь что-то хорошее, то тебе потом оно возвращается? Я верю. А Ксения у нас мама троих детей, у нее три сына, и как у вас хватает энергии и на троих детей, и на ваше дело, которым вы занимаетесь? Вообще, как выглядит будни многодетной мамы? Контрастно, я бы сказала. Ну, во-первых, я не одна. Мы с мужем вместе трудимся на этом поприще. Это взаимный такой, во-первых, обмен, во-первых. Во-вторых, это взаимная помощь, поддержка. И, конечно, когда вы говорите про маму, которая воспитывает двух детей, я очень сочувствую и, надеюсь, действительно будет помощь, потому что это очень трудно. Это правда трудно, потому что в семье каждый взрослый несет огромную часть на себе. Это безусловно. Поэтому это героиня мамы, которая справляется с этим. Вот можно поставить памятник. И обязательно им помогать, конечно. В нашей действительности мы разделяем с детками. Как-то сложно сказать. Мне часто этот вопрос, именно связанный с профессиональной деятельностью, как бы считается, что это одно-другое исключает. В моей истории я могу сказать, что с появлением детей почему-то даётся как будто бы ещё больше энергии на самом деле, и творческой в том числе. Я не знаю, как это работает, но это работает, это факт. А когда они растут, дети, и растут в определённой среде, в данном случае действительно творческой, потому что мне иногда кажется, что моя работа заполняет вообще всё пространство и дома, и в мастерской, и везде, и в голове. То есть бывают периоды, когда я действительно этим живу, и даже переживаю порой за это, потому что мне кажется, я прям совсем ушла вот с головой. Но дети в этом растут, и это тоже становится частью их жизни, и они как-то в это во всё вплетаются очень гармонично. Ну, естественно, с детьми существуют какие-то моменты, которые сложные и разные, и они бывают и болеют, и ругаются, и мирятся. И мы всё как-то… Ну, как-то это всё в какой-то пазл складывается, и вот складывается жизнь. Ну, вот говорят, что не только родители детей воспитывают, но и дети на родителей влияют. Как ваши дети на вас влияют? Конечно, я с этим абсолютно согласна. Я считаю, что женщине вот этот дар материнства, это действительно дар, не просто так, потому что если мужчине нужно всё-таки, как мне кажется, проходить какой-то другой сложный путь к зрелости, то женщина через материнство действительно взрослеет, наверное, мудреет и всё время учится. Во-первых, дети разные. И интересно, что кажется, когда у тебя их нет, кажется, что ты точно знаешь, как их воспитывать. Это вот синдром у всех практически молодых мам. Все специалисты. Да, все всё знают, и вот они точно знают. А когда у тебя появляется второй ребёнок, ты понимаешь, а потом ещё и третий, ты понимаешь, что это вообще не так, и чем дальше, тем больше вопросов. Наверное, уже на что-то есть ответы, конечно, но с их ростом вопросов больше всё-таки. И мы друг друга точно научим и влияем друг на друга однозначно. Вот как вам кажется, чему самому главному нужно научить ребёнка, детей в вашем случае в нашем современном мире? Что дать? Ну, базовая любовь, конечно. Среду, в которой ребёнок понимает, что он свободен и любим. Наверное, это то расслабленное чувство, в котором дети лучшим образом формируются. И неважно, какая семья, чем она живёт. Главное, вот это вот базовое, это любовь. Мне кажется, важно, чтобы дети видели движение родителей. Это тоже очень важно. Чтобы они всё, наверное, видели. Ну, как бы максимально были в этой среде, в которой они видят, как можно справляться с ситуациями, с трудностями, и к приятию, конечно. Вот это очень важно. Но мне кажется, принимать друг друга мы учимся всю жизнь. Поэтому дети, наверное, должны видеть, что мы в процессе. И что они тоже в процессе. Что взрослыми не рождаются, что все мы люди, и все мы умеем ошибаться, потом вставать, идти дальше. Вот какие-то такие вещи. Ну, вот как говорят, корни всего, что с нами происходит, и какими мы становимся, они, конечно, в детстве. Это ваше личное детство в этом плане. Как на вас повлияло? У меня было, наверное, счастливое детство. Меня никто никогда не обижал. У меня были молодые, активные, работающие, стремящиеся к чему-то родители. У меня были бабушки в детстве, которые поддерживали моих родителей, помогали им. Мы у моей бабушки, когда все знают, что театр регастролируют, у меня родители театральные артисты, и всю свою, ну вот, скажем, первую часть молодости, да, то есть вот, когда их становление происходило, они работали в театре, в Омском драматическом театре. Они, конечно, очень много гастролировали. Естественно, мы жили у бабушки летом. То есть мое лето – это бабушка, а все остальное – это родители, театр. Это вот так вот. И детство очень яркое получилось. Сейчас я могу это осознать, что родители дали очень много. А у вас не было желания пойти, выйти на сцену? Знаете, нет. Как-то нет. Удивительно. Да, у меня был момент… Ну вот у меня брат, он очень, вот как раз он… На нем вот это именно… Ну вот это направление генетики сказалось, он очень артистичный, он очень… Вот про это. А я как бы в прикладное направление. И это было изначально, наверное. А вам разрешали попасть в костюмерные мастерские в театре? Ну, в театре… Просто оттуда шляпки. Конечно. Я думаю, что все из детства абсолютно. И это точно. Потому что я была влюблена. Вообще, Омский драматический театр – это была абсолютная свобода, невероятная атмосфера семейственности. И мы были вхожи везде абсолютно. И в декорационные, и в костюмерные. И мы сидели и смотрели, я в том числе красилась в гримерных вместе с мамой и со всеми актрисами. То есть для меня это как вот какой-то прям сказка. Интересно, что многолетний директор нашего Рижского русского театра Эдуард Ильич Цеховал, прежде чем он попал в Ригу, он тоже работал в Омском драматическом театре. Это как раз та эпоха, когда там родители мои работали. Такая связь. А вот интересно, если нам пофантазировать и представить там какие-то разные исторические эпохи, в какой вы себя видите лучше всего? В сегодняшней, в каком-то веке? И в связи со шляпками тоже, как бы это вы видели? Ой, сложно сказать, потому что каждая эпоха, она, конечно, с точки зрения костюма, она интересна по-своему. И, конечно, я, несмотря на то, что занимаюсь шляпами, которые очень люблю и уже вообще воспринимаю это как нечто такое обособленное и автономное, в чём можно творить, вне зависимости даже от костюма на сегодняшний день в том числе. Вот, конечно, я воспринимаю всё-таки костюм целостно, и в разные эпохи он разный. Но мне очень нравится эпоха модерна. Я бы себя, по-моему, там чувствовала очень комфортно и интересно. Но корсетная долгая-долгая эпоха, мне кажется, она интересует вообще каждую женщину, потому что вот эти талии, корсеты, это, наверное, жутко неудобно, но это невероятно красиво. И каждая женщина, я уверена, представляла в своё время себя такой принцессой, затянутой вот с этим корсетом. Это тоже хотелось бы, конечно, попробовать. А вот про рыв года расскажите про этот ваш приз. Как вы это восприняли? За что это было? Как это всё было? Прорыв года, это, по-моему, 18-й год. Я очень благодарна, вообще благодарна, что существует такая сама по себе награда, что это мероприятие существует. Для, конечно, всей дизайнеры, те, которые влюблены в своё дело, они не ради этого творят в принципе, но когда тебя твоя профессиональная среда оценивает, это важно, это очень важно, и это даёт тебе некую такую тоже основание, базу, чтобы двигаться дальше. Поэтому, как благодарность я восприняла очень позитивно, я рада. Для меня это было на самом деле сюрприз. Но в тот год действительно был определённый прорыв, и он был заметен не только для меня, потому что как-то собралось большое количество сотрудничеств, которые стали уже очевидными. Поэтому было много работы. — Ксения, вот мы говорили о том, что все мы родом из детства. Вы сказали, что вы выросли практически в театре, смотрели спектакли. А вот можете ли вспомнить какую-то добрую книгу, спектакль, сказку из детского опыта, фильм, который произвели на вас какое-то такое особенное впечатление, как урок доброты? — Ну вот что касается театра, я очень хорошо помню новогодние вечера. Их вели те же артисты, которых мы видели и дома, на кухне, и в костюмерных. И мы всегда, я помню, для нас было такой большой интерес разгадать, ну кто же сегодня Дед Мороз? Вот мы с братом всё время гадали, он, как правило, отгадывал. Поэтому это тоже такая среда волшебная абсолютно была. А фильм, знаете, мы сейчас смотрим очень много мультиков, фильмов и разных очень. И я понимаю, что советские мультики и фильмы были на порядок добрее, чем то, что снимается сейчас. Хотя, казалось бы, сейчас в мультиках я замечаю очень много популярной психологии. То есть даже вот герои, они как-то уже по-другому разговаривают, общаются, учитывают какие-то... Это уже другой формат вообще мультиков. Мы с детьми очень любим фильм. Есть такой советский фильм, называется «Маша и Витя», когда они пошли спасать, помните, Новый год? Новогодние приключения «Маша и Витя». Да, он чудесный, причём он такой наивный, но до сих пор ребёнок, который самый старший у нас, он с радостью его тоже смотрит, хотя он, конечно, там уже совсем другие истории смотрит, и мультики, и всё-всё-всё, но вот это такое тёплое, там про поддержку, про верность. Дети откликаются, жена, это просто душа раскрывается. А сказка любимая у вас самой какая была, и какую вы детям читали? Детям мы читаем вообще много. Так получилось, что вот я говорю, с первым ребёнком тебе кажется, что надо в него вложить всё на свете. Это смешно, но мы... Слушал ребёнок у нас в Ивальде в два месяца. Ну, она просто звучала фоном. Читался Пушкин, и неважно, что он ничего не понимает, но начитав всё умных книжек, я решила, что надо это делать, потому что мелодика языка, рифма, всё это вливается в голову. Образное мышление. Да, образное мышление и так далее. Мы читаем много, у нас нет таких вот конкретных книжек, которые только это и ничего другого. Читаются и сказки Андерсена, и Пушкина, и сегодняшние есть прекрасные авторы, которые в маленьких произведениях, вот там заключается обязательно какая-то мысль про пользу, про помощь, про поддержку. Они сейчас, может быть, казалось бы, более такие примитивные, но мысль доносится деткам, так что мы читаем много. Ну вот так конкретно что-то посоветуйте, мы его спрашиваем для того, чтобы радиослушатели тоже сверили какие-то свои... Знаете, вот у нас, поскольку мальчики, может быть, девочкам, может быть, актуальнее что-то про принцесс, мы сейчас перечитываем уже, кстати, не первый раз, сказки, приключения, самоделкина и его друзей. Там очень большой ряд книжек, у них много серий. Сначала писал папа, вот изначально автор этой книги, потом сейчас пишет уже сын, и он продолжает эту же историю. И они оказываются в совершенно разных местах, они бывают и в городе, они бывают на острове каких-то гигантских насекомых. И вот это вот всё там тоже обязательно про поддержку, про доброту, они никого не обижают, они помогают, они изучают, у них такое вот стремление к познанию. И в этих книжках очень много рассказывается реальной информации. То есть, например, одна из любимых, это про насекомые у нас, вот как они путешествовали на остров гигантских насекомых. Там прям про этих насекомых рассказываются конкретные факты, очень интересные, о которых я, допустим, не знаю. Такие, как энциклопедическая информация. Да, 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 что кто, где обитает, что есть, опасные или не опасные, самые опасные, самые сильные, самые слабые, ну так интересно. Ксения, вот сейчас такой период, этот пандемический, да, и каждый раз возникает тема, что у людей как-то крылышки складывают, руки опускаются. У вас есть какой-то, может быть, личное ноу-хау, как вы справляетесь со сложными ситуациями, с проблемами, как себя настраивать, чтобы их преодолевать? Ой, ну мы тоже прошли, как все, наверное, люди, такие моменты отрицания всего этого, и трудно было это принять вообще, что жизнь теперь будет другая, и она такая вот дистанцированная, и совсем другая. Но на сегодняшний день как бы в этом есть свои плюсы, безусловно, потому что, наверное, мы больше погружаемся в нашу личную жизнь, в наши личные отношения, в семью, в какую-то вот внутри, может быть, изменение в правильную сторону. Конечно, я однажды увидела такую смешную картинку, много же было всяких шуток на эту тему, естественно, люди, пытаясь вылезти из депрессии, шутят, и очень остро шутят, и здорово, и была такая картинка, где показан художник до пандемии, во время пандемии, и после пандемии там ничего не менялось, он просто рисовал. Поэтому, конечно, мой рецепт – это творчество, я в нём живу, и, в общем, я не могу сказать, что у меня стало больше времени во время пандемии, чем вне её. То есть, единственное, чем мы как бы, что мы теряем, это социальное общение, которое, конечно, ну, ничем, ну, наверное, это всё-таки не восполнить, будем ждать, что это всё закончится, и мы сможем общаться. Никакие сети? Нет, нет, конечно, нет. Хотя, конечно, во многом мы, наверное, уже на это перестроились, но всё-таки. А так вот у меня творчество, это однозначно. А дети рисуют? Да, дети рисуют. Дети рисуют. Средний Глеб, он прям, мне кажется, больше, чем я, более смелый, чем я в этом самовыражении, он, его комната, похоже, просто, мне кажется, я говорю, если увеличить твои произведения, это будет прям современное искусство, можешь свой угол вот... Оформлять. Мы шутим, да, но он, правда, он в этом, у него есть такое мышление концептуальное, он чётко знает, что он хочет, но вообще детки, да, они так или иначе себя в этом проявляют. Напоминаем, что наша программа сегодня «Зелёная лампа», которая нам помогает включить Ксения Данилова, помогает 8-летнему Алексу Куликову из Плявиня, чтобы помочь семье, маме Алекса собрать денежки на оплату ортезов для ног, чтобы он мог ходить, и реабилитацию в центре ПОГО специальную. И напоминаем, что телефон 9-3-0-6-3-8-4. Один звоночек стоит евро 42 цента, и все эти маленькие звоночки, они собираются в большую обычно цифру и реальную конкретную помощь конкретному ребёнку. И мама одна воспитывает двух сыновей, у неё очень тяжёлая материальная ситуация, то есть она иногда упирается просто в безысходность. Поэтому был организован консилиум, который определил, что мальчику может помочь здесь, в Риге, и ему нужно изготовить ортезы, и он приедет и пройдёт здесь, в центре ПОГО, реабилитацию, которую ему врачи после обследования назначили. Ксения, а вот у нас скоро, у нас программа уже к концу подошла, к сожалению, скоро у нас Новый год, мы не можем в заключении не спросить, какие-то есть у вас новогодние традиции, какие-то пожелания, какие-то подарки, которые вы детям готовите, что хотите, вот расскажите на эту тему. Знаете, ну да, конечно, как и у всех семей, мы дарим подарки вечером, в день, ну, сам Новый год, обычно они пишут подарки Дедушке Морозу, всё это укладывается или на окно, или куда-то, вот, потом он их письма эти забирает, в общем, заявки, заявки, да, и, в общем-то, к Новому году всё это готовится обязательно. Ну, тут сейчас, сейчас просто наступил уже период такой праздников, череда, сначала католическое Рождество, адвент, католическое Рождество, потом Новый год, а потом ещё православное Рождество, да, то есть целая череда, что-то доброе, светлое обычно желается, вот давайте этим, может быть, закончим. Да, я с радостью пожелаю всем счастливых праздников, тёплых, уютных, чтобы у каждого на душе было хорошо и тепло, и нам всем не хватает праздничного настроения внутри, на самом деле, в связи вот с каким-то общим таким полем, вот, чтобы каждого был ресурс найти в себе праздник и подарить его другому. А вы можете подарить немножечко надежды маме восьмилетнего Алекса 9306384 евро 42 за звоночек на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» опубликована история и опубликованы банковские реквизиты для перечислений и это будет очень хорошее начало Адвента, если мы сможем помочь этой маме. Как мы всегда говорим, в любом случае мы помогаем в первую очередь даже не ребёнку, а маме. С нами была Ксения Данилова, дизайнер и модельер известный. Спасибо вам за эту встречу и беседу и всего хорошего. До встречи через неделю. Спасибо вам большое за приглашение и за беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова